Спасибо. 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 Продолжаем. И вот тогда у меня родилась идея предложить по-другому взглянуть на проект автоматизации, да, как можно выполнить его с более ограниченными ресурсами, то есть что, от чего отказаться, от чего, наоборот, отказаться нельзя. И вот в рамках такого подхода, удачное название, мой джайл, да, я сейчас и сделаю короткую презентацию. Обычно, когда делают презентацию на новую тему, сначала рассказывают теорию, и я должен был бы вам, наверное, сначала рассказать, что такое джайл, но я начну, как говорится, с конца, с вашего позволения. Так, у вас сейчас на экране должна быть презентация. И я расскажу про один из примеров использования этого подхода в институте Мирмис. Причем этот подход и сам проект автоматизации, он был отмечен, награда победила конкурса 11 проект года за внедрение системы 1С в этом институте, там целая была линейка систем. И был он выполнен по классическому проекту, не по классическому проекту, а наоборот, по agile. Почему там я решил применить agile? Потому что для меня эта отрасль была новая, когда я пришел на автоматизацию института Мирмис, у меня до этого не было работы, опыта работы с образовательными организациями. И те предложения по автоматизации института, которые мне выдвигали потенциальные подрядчики, я даже не мог их оценить. То есть я не понимал сложность, глубину проекта, не понимал длительность проекта, которая может быть. И поэтому единственное разумное решение, которое я понял для себя, что нужно идти этапами. То есть сделали один шаг, знаете, как по болоту идут, да, сделали один шаг, остановились, посмотрели, там палочки потыкали, где есть рядом следующее место, куда можно шагнуть, да, чтобы не провалиться. И вот это очень похоже на такой нормальный подход, на agile подход. Что мы хотели добиться в институте? Там было большое количество, прям, так называемый, зоопарк информационных систем. Да, была бухгалтерская система 1С, все остальное велось в Excel, в XS, различные базы данных, двойной троной ввод информации. Нет нормальной аналитики никакой. Руководство и учредители образовательной организации ставили задачу наладить учет финансовых результатов в разрезе подразделений. То есть нужно было уметь аллоцировать расходы там общихозяйственные, расходы на зарплату условно-бухгалтеров по каким-то нормальным, вменяемым методикам, аллоцировать по этим подразделениям. И это все делалось, это все не делалось никак, да, потом стало делаться в Excel, и нужно было максимально сопроводить этот процесс с системой 1С. Соответственно, один эффект проекта был то, что люди, которые тратили время, сотрудники, которые тратили время на перебивку информации 2-3 раза, да, они теперь стали вместо, как это, набивальщиками цифр, они стали иметь более интеллектуальный труд. Вот, приведу такой пример, у нас бухгалтер раньше отвечал там за общихозяйственные расходы, отражал информацию в системе и в бухгалтерске, потом в Excel ввел свой определенный учет. А после внедрения системы, соответственно, у него трудозатраты на учетные операции снизились, и человек взял на себя и закупки общихозяйственные, он бюджет делал общихозяйственный бухгалтер, представьте себе, да, и формировал заказы в Комус, например, на поставку констоваров. То есть вот из-за того, что у человека освободилось время с помощью автоматизации, да, мы не уволили ее, а мы дали ей дополнительные задачи. Стал строить нормальные отчеты, планфактный отчет по бюджету исполнения, да, какой был план, какой факт и почему возникли такие отклонения. Вот, ну, это не выглядит как фантастика, да, это те реальные результаты, которых удалось добиться. И как мы двигались, как я управлял проектом, основываясь на таком болотном подходе, как я рассказал, да, сделал один шаг и сможешь, куда сделать следующее. У нас был, Эджайл предполагает еженедельное, ежемесячное, ежедневное регулярные процессы. Соответственно, если мы говорим про классический проектный подход, да, мы еще поговорим о нем, мы сравним с Эджайлом отдельно, дойдем до теории, да, пока вот практика, то в классическом проектном подходе у вас есть цель, что, допустим, должны первым вариантом 26-го года достигнуть какой-то цели, и потом вы обратно откручиваете и расставляете вехи, да, камни, так называемые стоуны, да, в терминах Microsoft Project, расставляете, в какой срок вы должны добиться каких-то, каких-то, мини-результатов, чтобы в итоге первого ряда какого-то года прийти к главной цели. И у вас эти точки, эти майлстоуны, эти вехи, они расставлены нерегулярно. Одна, может быть, там, 15 июня, другая 20 августа, 3-й, там, 7 сентября. То есть вы расставляете их, исходя из длительности операций. Допустим, вы знаете, что нам нужно полтора месяца, например, меня, чтобы внедрить, автоматизировать закупки, соответственно, вы ставите там сегодня с 1 июня, там, по 15 июля. В BGAL немножко другой подход, там есть ритм, там есть такт, там есть метроном, который, допустим, чаще всего это раз в неделю делает некие, допускает процессы, независимо от того, сколько у вас длятся под этапы проекта. То есть здесь такое планирую, если классический проектный подход, планируете вехами, да, то здесь вы планируете таймингом, планируете графиком. Что еще мы хотели делать? Мы хотели в Институте Мирбис одновременно открыть несколько направлений автоматизации, как минимум три. Это бухгалтерский учет перевести на комплексную автоматизацию, бюджетирник изначейства внедрить, автоматизировать и внедрить еще отдельный софт для образовательных организаций и для нас университета. Вот такие три направления мы выделили. И каждое направление мы усилили внутренними специальностями. Сад брать не будем, да, мы будем покупать то, что касается аналитиков, то, что касается, собственно, людей, которые работают с системой, с ее функционалом. Вот этих людей мы должны были вырастить у себя. И на каждое направление у нас были расставлены сотрудники. Главный бухгалтер, с него сняли часть нагрузки на зама, переместили. Зато взамен девушка очень легкая на подъем автоматизации взялась активно участвовать в процессе автоматизации бухгалтерского учета. Бюджетный контролер активно занялся автоматизацией бюджетирования казначейства. И вот там заработка электроприемной комиссии выделила большое время на работу по автоматизации чисто образовательных процессов. Что еще мы применяли при автоматизации? Доработка параллельно с сводом данных. Что это значит? Что мы не дожидались, знаете, как в классическом подходе к автоматизации. Сначала мы делаем предпроект, потом рисуем контрольный пример, потом моделируем операции, потом 1 ноября вносим все данные. Нет, мы вносили данные постепенно. Допустим, мы были готовы запустить денежные операции, соответственно, мы ввели данные по расчетным счетам, по кассам, по расчетным поставщикам и покупателям, и начали запускать денежные операции. Потом был готов блок затрат, там внесли остатки по затратным счетам, и начали работать с затратами. Важно то, что мы придерживались регулярного менеджмента. Об этом, когда говорят про agile, не сильно делают на это упор. Я считаю, что это основная ценность этого подхода, что у вас есть метроном, который независимо ни от чего, дождь, снег, ветер, отключили электричество, вы должны в оговоренное время, в понедельник, допустим, в 12 часов, собраться и провести совещание с протоколом на тему автоматизации. И у нас, ну, по проводных специалистов, я сказал, да, какие мы использовали, какие мы использовали еще помощники, в том числе электронные, для сопровождения такого agile подхода. Ну, по протоколу я сказал, да, то есть мы вели совещание, и у нас всегда были протоколы. Причем в протоколах мы не расписывали подробно, кто что сказал, да, в этом не было необходимости, мы расписывали ближайшие задачи. То есть основная задача совещания, основная задача протокола, это сформировать план на следующую неделю, ну, и понять, как был выполнен план предыдущей недели. Вот такими, то, что называется, принтами мы двигались. Дальше у нас были активные WhatsApp-чаты, мы открыли, и это, как ни странно, вроде простая вещь, да, но очень сильно ускорило общение между разработчиками и сотрудниками. То есть все эти вопросы решались моментально, и если я знаю, что мне жаловались некоторые пользователи, что, допустим, работали они с недринцами, с каким-то крупным 1S-франчайзи, например, и у них там запрос, на их запрос ответ мог приходить через 3 дня, через неделю. У нас, конечно, такого не было, да, мы имели... У нас мы договаривались, что вообще в тот же день все ответы на свои вопросы мы должны получить. Это максимум. Да, желательно, конечно, в течение там максимум 1-2 часов, если это вопрос мог быть так быстро решен, если нет, соответственно, хотя бы до конца дня. Поэтому вот привожу пример, да, вот в WhatsApp-чатах, и я был к ним подключен тоже, я все это читал, мне это тоже было важно, я понимал, ну, где проект движется. И оказалось, что это нормальное, это нормальное такое, знаете, вы держите руку на пульсе, да, то есть у вас, с одной стороны, сеженедельные регулярные совещания, с другой стороны, есть постоянная работа в WhatsApp-чатах. Я очень редко встревал в качестве писателя, да, был снова читателем этих чатов, просто если же я понимал, что третий раз идет один и тот же вопрос, то нужно вмешаться и как-то ситуацию урегулировать. Однако мы не отказывались, когда мы доходили и видели, что впереди есть определенное поле работ, которое можно описать, описать и сделать, да, то есть мы его описывали. Вот привожу пример, мы это назвали проектное решение, то есть мы, допустим, нужно было сделать расчет выручки, и мы описали, как это должно быть, указали даже формулы, и, соответственно, в ответ разработчики нам реализовали эту историю в системе. Проблема в том, что такого типового функционала не было, поэтому пришлось это дорабатывать. То есть такие проектные решения, не проект целиком от начала до конца, а короткое проектное решение, это немножко другое, чем техническое. Да, и техническое здание – это все же больше такой, знаете, такой технический документ для программистов. Это немного документ более высокого уровня, который вкладывает понимание, что предстоит сделать, какими ресурсами, к какому сроку. Еще хочу поделиться с вами, это уже с другого проекта, но мне показало бы важным, сказать вам, допустим, мы делали при переходе с WP на ERP такие проекты, когда такие документы. То есть вы описываете все операции, которые бывают и которые вызывают проводки, и вот так их, правильное слово наконтируете, слово аккаунт, указываете все дебеты и кредит, причем не просто счет, а видите, у меня столбцами написаны справочники, контрагенты, номенклатуры и так далее. Зачем мне это нужно? Что я могу, когда получаю полный лист таких операций, я вижу в каких операциях какой справочник используется. Это мне помогает их точнее настроить. То есть я знаю, что справочник складывается, используется в операциях списания ТМЦ, приобретения материалов. Мне тогда проще понимать, как настроить справочник, чтобы все операции разносились корректно. Вот такой документ мне тоже кажется важным, и особенно при переходе с одной системы в другую. То есть вы описываете, как это в старой системе, и тут же кладете, выкладываете, как это должно быть в новой системе. Если вы не знаете, то ваша задача написать в старой, придут разработчики, скажут, а теперь это по-другому, счет тот же, ну вот еще один справочник добавляется к этой операции. Кроме номенкулатуры, не знаю, еще склады, допустим. Ну вот команда проекта была у нас, ну с нашей стороны были четыре человека, ну это я говорю про ключевых сотрудников команды, с стороны нашего партнера, это тот, кто помогал нам и предоставлял усилия разработчиков, это было пять человек. Я сначала был руководителем проекта, потом, к счастью, у нас появился у меня IT-директор, который смог снять с меня всю такую рутину, да, я остался архитектором системы, есть такая роль, есть такая роль при автоматизации, человек, который следит вообще за корректностью системы, как единого, я бы сказал, даже живого организма. А теперь давайте немножко поговорим, в чем отличие классического проектного подхода от подхода agile. Как в нашем мире не бывает ничего, мир не черно-белый, он серый, поэтому нельзя сказать, что это плохо, это хорошо. Всегда есть варианты, когда можно использовать один подход или использовать другой подход. Знаете, какой пример хочу вам привести? Вот, по транспортным, по транспортным операциям. Вот классический проектный подход это железные дороги. Когда вы точно знаете, откуда вы должны выехать, куда приехать, в какое время, что вам везти, то в таком случае по сравнению с любым другим видом транспорта, но я не беру водный, там отдельная история, но по сравнению с автомобильным транспортом, по сравнению с авиационным транспортом, железные дороги самый дешевый и самый, наверное, быстрый путь добраться из точки А в точку Б, когда вы точно знаете, где вы должны быть, где вы хотите быть и что вы там будете делать. Однако, если вы не уверены или не можете знать, какое время вам нужно идти, где-то, где-то, может быть, нужно сделать, куда-то заехать и какое-то время провести в точке посередине, тогда разумно использовать автомобильный транспорт. И, кстати, вот интересно, что, допустим, в России все же большинство перевозок это железнодорожный транспорт, по сравнению с автомобилем, а в Соединенных Штатах, как ни странно, по-моему, все же автомобильный транспорт на первом месте. Это можно искать, ну, у них и меньше, наверное, насыщенные железными дорогами, они не так к этому привыкли, как мы, да, но все же интересный такой подход. И вот, если мы говорим про классический аппаратный подход, это железная дорога, вот, когда вы можете простроить путь, и вы по нему уже ездили не раз, допустим, до этого проехались сначала на машине, потом поняли, что все нормально, можно запускать поезд. А вот это джао-подход, когда есть некие сомнения, некие варианты, да, что можно так, а может быть так, и вот тогда это используется джао-подход, или, я как это говорю, автомобильный транспорт. Вот, наверное, самое простое. Я не, ну, не буду подробно рассчитывать, еще, кстати, да, вот что интересно, что про бюджет, если мы говорим про классический проектный подход, то в нем чаще всего фиксируется бюджет, и большинство франчайзи, по крайней мере, 90% из них, любят максимально работать с этим подходом, когда известны границы проекта, есть технические задания, есть бюджет проекта, стоимость проекта, вот они в этих рамках работают. Им сказали, что нужно 1 января 26-го года запустить, 25-го года запустить информационную систему SRP, это будет стоить 20 миллионов рублей, вперед, старт на завтра. Вот они любят очень такие истории, потому что они начинают раскручивать свои классические проектные методологии, ставить в ехи, что 1 числа, 1 сентября мы должны тот от вас получить. Но жизнь более гибкая и все же проект внедрения 1С систем, несмотря на то, что все мы, ну, большинство, 60% или 50% внедряют в России сейчас 1С ERP, или 1С комплексной автоматизации, что вырезкой из нее является, или 1С управления торговой, что тоже является вырезкой, по сути, из 1С ERP, частью ее определенной. Большая часть внедряет какой-то из этих трех систем. И, несмотря на это, все равно каждый проект уникальный по-своему. Вроде бы всего 3 системы, но вот каждый уникальный. У меня не было ни одного проекта, который был похож на другой. Все, в каждом есть свои изюминки, так сказал. Поэтому, если мы говорим про Java-подход, и вот сейчас вернусь, еще до этого дойдем. Какие 4 ключевых вообще ключевых лозунга Java-подхода? Люди взаимодействия важнее процессов инструментов, работающий продукт важнее исчерпающей документации, сотрудничество с заказчиком важнее контракта и готовность к изменениям. И я вам, пожалуй, сказал, что самое важное из всего этого это готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Если вы идете внедрение классическим проектным подходом, что любят, как мы сказали, 90% потенциальных подрядчиков 1С-франчайзи, то любой шаг влево, шаг вправо попытка побегут. Для них любое отклонение от проекта является необходимостью пересмотреть весь проект целиком. То есть вы в течение поры говорите, ой, я забыл, нам еще бюджетирный нужно сделать. Теперь мы начинаем двигать сроки, стоимость и все остальное. Вот здесь хотел бы обратить внимание на такую картинку и помедитировать, подумать над ней. Вот классический подход, что называется waterfall водопад, то мы говорим о том, что мы фиксируем объем работ. Что это значит? Мы определяем сначала, что мы хотим иметь. Мы говорим о том, что мы хотим 1 января 25 года получить работающую систему, например, динозферопив, которая будет реализована губавторский учет, управление закупками, продажами, производством, бюджетирование, казначейство, планирование ресурсов, расчет зарплаты, дай бог, что-нибудь еще, основные существительные средства. И описываем, вот это все наше предприятие должно заработать 1 января 25 года. А потом уже, исходя из этого объема работ, вам подрядчик или вы сами рассчитываете стоимость и сроки. Вы говорите, что я хочу, хочешь 1 числа, значит, соответственно, стоимость будет такая. То здесь фиксируется объем работ, а уже определяются сроки и стоимость, это может быть вилка тоже. Хочешь быстрее, обычно требуется дороже, хочешь дольше, может быть дешевле. А в АДЖА подходе наоборот, вы говорите, что я не знаю, когда это закончится, я не знаю, к чему в итоге я смогу прийти, я не знаю, смогу ли, хватит ли денег на дре бюджетирования, по крайней мере, в первый год или второй, или отложить на более продолжительное время, но я могу на это выделить вот такую сумму и скажите мне, мои уважаемые подрядчики, что за эти деньги я могу сделать? И вот здесь я бы не сказал, что я бы не стал утверждать, что в АДЖА срок тоже фиксируется, скорее всего, в первую очередь фиксируется стоимость. То есть вы говорите, например, и здесь тоже есть два варианта, вы говорите, у меня есть 5 миллионов, ну, даже так скажу, к вам приходит подрядчик, говорит, я хочу внедрить 1СРП, он говорит, отлично, с вас 25 миллионов, вы говорите, у меня есть только 10, ну, до свидания пошел, подождите, но неужели на 10 миллионов нельзя ничего сделать? Это вот если вы фиксируете объем работ, то нет, если определенный объем работ, если определенный срок, соответственно, это стоит на 25 миллионов, да, конечно, если вам эту цифру называют подрядчик, там сидит как минимум, мы о том еще поговорим, 20% обычно подрядчик закладывает как страховку, то есть он делает расчет вашего проекта и добавляет 20%, если что-то пойдет не так, то есть вы как бы соглашаясь на проектный подход, всегда практически переплачиваете 20%, такая считаете страховка, потому что они не уверены в том, что они точно рассчитали, и, конечно, лучше ошибиться в меньшую сторону, чем в большую. Второе, там безусловно сидит прибыль всей команды, всего партнера, зарплаты бухгалтеров, аренда их офиса, реклама, да, вы за это тоже оплачиваете в составе своего проекта. Можно, если вы говорите про agile подход, то, во-первых, у вас половина подрядчиков отпадет, скажет, нет, мы на такие условия не согласны, вторая, половина из оставшихся отпадет, скажет, нет, по такой цене мы делать ничего не будем. Поэтому agile подход чаще всего приходится реализовывать своими силами. Соответственно, это влияет на сроки, обычно это удлиняет сроки, потому что вам нужно найти людей, протестировать их, один ушел в декрет, нужно искать другого, да, это обычно приводит к увеличению сроков, но чудес не бывает, это может привести к сокращению стоимости, во-первых, потому что вы не платите страховку 20%, во-вторых, потому что вы не оплачиваете затраты на рекламу и на прибыль вашего подрядчика, да, вы работаете непосредственно с персоналом, который принимаете в штат, или там по ИП, или ГПХ, или самозанятых приглашаете. Это вот всегда такой выбор. И опять же, я повторюсь, что как и с транспортом, нельзя сказать, какой транспорт лучше, железная дорога или автомобильный транспорт. В каждых условиях свой. Если у вас, я так хочу сказать, если у вас открытый кошелек и достаточно денег, чтобы сделать проект классическим проектным подходом, вам сказали 25 миллионов, говорите, ну, 25, так 25. Пошли заниматься своими делами. Вот, наверное, тогда вам не нужно влезать в усложнение типа agile, идти к классическим проектным подходом и просто сопровождать грамотно, чтобы тот график, которым был заявлен в начальном этапе, соблюдался. Потому что классический проект и подход несет не меньше рисков, чем agile, может даже больше. А agile, да, если у вас не хватает денег или вы хотите это все же собственными силами, или вы не знаете точно, в какую точку нужно приехать, то есть вы не можете оценить, бюджетирование понадобится, может, вам в Excel проще будет остаться его делать, чем платить, словом говоря, 5 миллионов за настройку модуля бюджетирования. Вот, тогда это agile. Эти философские выражения мы с вами уже обсуждали, давайте поговорим немножко, что это значит. Сейчас извиняюсь. Люди и взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты. Это лозунг. Под него я пытаюсь своими словами рассказать, как я его интерпретирую. Я говорю о том, что должны быть agile команды. С одной стороны, это реальные самоорганизующиеся команды, это команды, которые собственно являются командой проекта. Это непосредственно исполнитель проекта. И у них такт ежедневный. То есть, они должны ежедневно встречаться, то, что в agile называется стендапы, но всем не обязательно слово употребляют, то есть, ежедневные встречи, в которых они друг с другом сопоставляют свои цели и задачи на ближайший день, чтобы быть единой командой. И есть следующий такт недельный, когда уже к команде присоединяются сотрудники ключевых подразделений, которые автоматизируют. Они тоже участвуют в таких регулярных совещаниях, но уже ежедневно, не ежедневно. Следующий лозунг работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Здесь я скажу несколько вещей. Первое, когда мы говорим про автоматизацию, с чего начать. И если мы задумываемся о цели создания компании, то цель компании это сделать из деньги деньги-штрих, как говорил Кармакс. И для этого существует цепочка добавленной стоимости. Практически в любой компании, по крайней мере коммерческой, она выглядит как закупки, производство, продажи. Даже в торговой компании есть блок производства, перепаковка, перемещение со склада, на склад, то всегда есть что-то, даже в услуговой компании, даже в образовательной компании Мирбис есть тоже производство, когда вы закупленные преподаватели часы, смешиваете между собой, чтобы получить какой-то продукт образовательный. Это тоже производство. И вот эта цепочка добавленной стоимости, это основное, ради чего компания создавалась. Основные средства, расчет зарплаты, бюджетирование, это все вторично. Важнее цепочка добавленной стоимости. и разумнее, конечно, автоматизацию начинать с этой цепочки. И если мы говорим теперь про сам лозунг, работающий продукт, важнее исчерпывающей документации, я это интерпретирую так, как графическое описание вместо неизменных текстов. То есть нужно все равно иметь документацию к продукту, но оно должно быть живое, во-первых, графическое, а не просто текст в Word, набитый без пробелов, а второе должно меняться вслед изменить процесс. То есть процесс поменялся, у вас добылся новый документ, вы должны взять и переделать, изменить описание процесса свою документацию. Готовность к изменениям важнее соблюдения первоначального плана. Я здесь, знаете, приведу пример на денежный пример про бюджет. Вот здесь мелким шрифтом написано, какие-то, ну, не какие-то детали, я так об этом скажу, что в компаниях обычно не один проект открыт. То есть кроме проекта автоматизации, может быть, еще проект переоборудования, проект модернизации, может быть, проектом постройки новых помещений, может быть, проектом какой-то рекламной компании. и все эти проекты, включая проект автоматизации, борются за внимание руководства и учредителей к деньгам. То есть бюджет кошелек не резины, поэтому всегда чаще всего приходится выбирать, что сделаем в первую очередь, что в вторую. и вот возможность, когда мы говорим про agile-подход, у вас проект автоматизации становится на одну полку с другими. И вы выделяете деньги не сразу 25 миллионов, 50 или 100 миллионов целиком на проект, а можете делать постепенно. То есть сейчас есть миллион, выделите миллион, мои дорогие команды проекта. На ближайший месяц или на ближайший квартал я могу выделить миллион рублей. Будьте любезны, сделайте максимум полезного из-за этого миллиона. Это совсем по-другому вопрос звучит, чем вам приходит и так, не нужно 100 миллионов, делим 12 месяцев, получается по 8 миллионов в месяц, если будет не 8,5, а проект прекращаем. Вот нормальный подход, да? Нет, здесь по-другому стоит, здесь наоборот говорится, сделай максимальные за выделенные ресурсы. И вот я думаю, что за таким подходом будущее у тех компаний, которые не готовы открывать свой кошелек по каждому поводу, к которому пришли, там нам нужно сделать автоматизацию. с вас 50 миллионов. Почему 50? Ну ладно, 50 как 50. Кто готов таким образом расставаться с деньгами, да, свободно, ну, есть для этого такой классический проектный подход. Кто хочет разумно распоряжаться деньгами, есть такой agile подход при автоматизации. И вот еще хотел тоже привести пример. Есть несколько agile, это вообще идеология, но есть несколько методов, которые исполняют идеологию. Один из них Scrum, есть там разные другие, в том числе Kanban, допустим, широко известный в русских кругах. Ну вот Scrum является и в России в мире 58% компаний пользуются им при работе с agile подходом, в России 48%, чуть поменьше. И там есть вот несколько принципов, пардон за их английскую интерпретацию, но они вроде все более-менее понятны. И вот кстати хочу сказать value внизу value based prioritization, что вы расставляете приоритеты исходя из оценочной стоимости. Вот здесь как раз я говорил о том, что цепочка добавленной стоимости должна автоматизироваться в первую очередь. Не основные средства зарплаты, а то, что приносит деньги компании. Про таймбоксинг еще хотел сказать такую интересную вещь. Это выделение времени. Время тоже деньги, и если вы делаете проект собственными силами, то это ваши прямые расходы, участие команды проекта в автоматизации, потому что это их зарплата. У них там есть часовая ставка, они вот ее получают. И поэтому здесь важно выделять определенный резерв времени. То есть если вы, я так часто тоже, кстати, делаю, даже когда работаю с подрядчиками, я говорю, вот смотрите, мне нужен сегодня такой отчет, но я не готов тратить на это больше 20 часов. Вот скажите, что можете 20 часов мне сделать. Ну, тогда от этой колонки придется отказаться. Ну, я откажусь с ней, потому что она будет стоить еще 20 часов. Знаете, по принципу проекта. До 80% времени достигается 20% результата. Вот agile в правильной интерпретации об этом. Сейчас многие подрядчики, многие на сфранчайзе начинают заявлять, что они работают по методу agile. Но я бы сказал не заявлять, а мимикрировать. То есть, на самом деле, все равно они продолжают тащить свои тепловозы или паровозы проектных решений, просто там добавлять несколько бантиков, называют agile. Я к agile отношусь как к преподикулярному вообще методу, который вот, в чем его главное отличие от классических подходов? В том, что, еще раз повторюсь, в классическом подходе фиксируется объем работ и обычный еще срок, а стоимость такая, которая получится. В agile подходе фиксируется стоимость, а уже срок и объем работ какой получится. И это стоит искусство, потому что классические проекты подходят исполнять гораздо проще, потому что вы делаете, не знаю, уже десятый раз одно и то же, вы начинаете с продаж, потом с закупок, потом с бухгалтерии, потом с казначейства. У вас есть определенный, как это знаете, режим, который вы, переходя из проекта в проект, воспроизводите каждый раз. В agile подходе нет, для каждой компании он уникальный. Для этой компании важнее начать с продаж. И что, кстати, происходит, я вам такой пример скажу, если в компании внезапно заканчивается бюджет. Все мы люди, и компании тоже живые организмы, все может случиться, не дай бог, и будет кассовый разрыв и скажут, вот проекта нет. Когда вы идете к классическим проектным подходам, у вас проект стоит 25 миллионов, потратили 12, предположим, деньги закончились, и вы вполне можете выбросить на помойку все, что вы сделали за 12 миллионов, потому что у вас там есть куча документации, какие-то коды есть, но это не работает. Это все требует еще остальных там 13 миллионов, чтобы заработать. А в agile подходе основное правило, что вы получаете, так называем, минимально работающий продукт с каждым циклом, с каждым этапом. Если вы в agile потратили 12 миллионов, у вас хотя бы будет работать уже закупки, производства и продажи. Там не будет казначеств, не будет бухгалтерий, но хоть что-то у вас будет работать в одной единой информационной системе. В этом тоже важное отличие, да, это снижает риски, потому что все бывает в жизни, это будет банкротство, не дай бог, или сложные финансовые ситуации, введут какие-нибудь санкции очередные, многие компании опять посыпятся, и не останется денег не то, что на автоматизацию, но на основную жизнедеятельность. Понятно, что автоматизация будет урезана в одну из первых очередей, когда идет речь о выживаемости компании. Дело, как говорится, не до IT-приключений. Поэтому вот в этом тоже важное отличие от положительной стороны от классического проектного подхода. Еще раз повторюсь, я не говорю, что этот подход лучший, я говорю о том, что для каждого случая есть свой подход. Если вы уверены, что вы можете потратить деньги на проект автоматизации, вы точно знаете, что вы хотите в конце получить, вот там путь к классическому проектному подходу, у вас будет очередь стоять из потенциальных подрядчиков, чтобы его сделать. А вот если вы находитесь в сомнении, вот тут выручает agile, тут уже очередь подрядчиков будет гораздо меньше. Еще тоже такая интересная история, мне понравилась, когда мы говорим о стоимости проекта. То есть, когда вам подрядчик в самом начале работы называет некую цифру, говорит, ваш проект будет стоить 30 миллионов. То, в принципе, мы говорили, я говорил о том, что обычно там лежит минимум 20 процентов страховки, но видите еще, что может случиться, это удорожание. И здесь считается, что худший вариант, если мы находимся на этапе инициализации проекта, на станочальном этапе, то в два раза вы можете превысить бюджет, будет не 30, а 60. Может случиться экономия, но всего лишь полтора раза меньше. Там будет 22,5 миллиона вместо 30, но вероятность того, что будет превышение, она понятна больше. Интересный слайд, интересный слайд, причем он живой. Это поленился представить его. История совсем свежая, после которой я говорил, что не возникла идея рассказать об этом вебинар, проект компании, которая загорелась, у них зоопарк информационных систем, у них 1С бухгалтерии, аж 3 штуки, хотя компания 100% белая, и там система мой склад стоит, и люди еще бумажные карточки ведут, не поверите. И вот возникла идея, в компании надоело, это все, давайте перейдем на 1С сверху. Ну, давайте перейдем, посчитали, я им посчитал примеры стоимости бюджета, когда все это закончится, ну, и вроде они были готовы по этому пути. Ну, несложное производство, поэтому можно пройти классическим проектным подходом, то есть там было понятно, чем хотим получить, когда хотим получить, и просто нужно было аккуратно посчитать бюджет. Бюджет посчитали, вроде никто в город не упал, а потом компании резко предложили купить задешевое оборудование, и она не смогла от такого предложения отказаться. Понятно, что все эти приключения венесные, они остались на втором плане, компания принципиально в кредит не залазит, да, то есть все деньги потрачены на оборудование, там еще несколько миллионов, десятков миллионов внедрения информационной системы, у них просто нет. И вариант, который предлагался им, то есть какую сумму вы можете выделять ежемесячно, то есть у вас нет денег на заложить, там, вы боитесь, если у вас нет денег, положить сколько-то миллионов на проект, но вы же какую-то прибыль генерируете, тем более с новым оборудованием купленным, соответственно, вы можете этой прибыли ежемесячно выделять определенные суммы. Давайте договоримся, какую сумму вы можете выделять, и это не миллионы рублей, это сотни тысяч рублей, даже меньше пятисот тысяч в месяц, и соответственно, под эту сумму мы подберем вам проект. И вот эта идея была такая, видите, он совсем с ферзи, мая, июнь, это вот идея реализации проекта, чтобы ну, как уложиться в обозначенную сумму. Это знаете, когда вы приходите, ну, покупает автомобиль, да, вас, ну, сейчас автомобиль проще, потому что они, в принципе, все продаются по маркам, соответственно, по ценовым сегментам. В ателье давайте возьмем, приходите, вот смотрите, у нас есть замечательная ткань, самая лучшая, самая лучшая пуговица, отличный мастер, он по счету костюм. Костюм будет стоить, ну, да, 120 тысяч рублей, но зато будете носить его вечно, будет сделано по вашей фигуре, вы говорите, ну, нет, 120 тысяч рублей, а что можете сделать за 10, или там, за 20 тысяч, за 30? Ну, ткань будет попроще, пуговица обычная, со счетом не кутюрье, а обычной мастер. Смотреть на ткань, да вроде ткани ничего, и пуговица ничего, ну, давайте шейте за 20. Потому что не всем нужен костюм за 120, да, есть люди, для которых, ведь компания не создавалась ради того, ваша компания, чтобы пройти на автоматизацию. Если вы IT-компания, да, то для вас это, как говорится, core business, основной бизнес, для вас автоматизация, это цепочка закупки, производства, продажи, и вы там можете вкладывать деньги, то есть там будет всегда отдача, сколько вы не вложили, всегда будет отдача, но если вы производственная компания, для вас IT-расходы, не расходы, ну, первого приоритета, правда же, да, то есть, поэтому к ним нужно подходить с точки зрения новой экономии, а не с точки зрения, то есть, когда вы, так хочу сказать, когда вы вкладываете деньги в свою цепочку, покупаете оборудование новое, или вынимаете новых 20 продавцов, да, то там нужно говорить об эффективности. Вы вложили в оборудование 20 миллионов, оно удало за 3 года 40 миллионов, окупилось в 2 раза. Когда вы на зарплату продавцов потратили 4 миллиона в год, они вам принесли новых продаж на 120 миллионов, отличный результат. А вот самый частый вопрос, который меня спрашивают, расскажите, как посчитать эффективность зрения информационной системы. Не буду на этом восстанавливаться, но это не очевидно, то есть, когда вы и там разговор идет, редко идет об эффективности, потому что чаще всего персонал после автоматизации не сокращается, дай бог, чтобы он не увеличился, но то, что он не сокращается, это точно, и большей части, у нас в Мибрисе, кстати, была обратная история, у нас там персонал сократился, но это уникальный случай на 11-10, когда такое происходит. Чаще всего кто на своих местах сидел и после автоматизации так и остался, если еще в худшем варианте еще и людей наполнительно набрали, поэтому говорить, а все остальные показатели, которые пишут, прибыль увеличилась на 15%, скажите мне, где в угол посмеяться, что вы внедрили информационную систему, у вас увеличилась прибыль. То, что совпало, я скорее поверю, что там компания, знаете, увеличила рекламную кампанию, деньги вложила рекламную кампанию, прибыль увеличилась, а просто отнесли это на внедрение информационной системы. Или там, ну, не буду, ладно, говорить, да, то есть я такие вещи не сильно верю, поэтому подходить с точки зрения экономического эффекта внедрения информационной системы, ну, это, наверное, не совсем тот путь, он, скорее всего, иллюзорный, да, чаще всего нужно подходить с точки зрения минимизации затрат, что вы хотите получить такие-то функции от системы, просто нужно понять, за какую минимальную сумму их можно поименеть. Так, если есть какие-то вопросы, в самое время их задать. Да, Сергей, я вас не перебивала, но у нас поступило несколько вопросов. Давайте вот с самого начала. Да. Так, Дмитрий интересуется, все сотрудники понимали и принимали подобный подход? Аналогичного опыта наверняка же еще ни у кого не было. Слушайте, ну, обычно сотрудники сопротивляются любым изменениям. Это вот чаще всего история, которая происходит. И это определенное искусство сделает так, чтобы они эти изменения стали поддерживать. Это и материальная мотивация, и нематериальная мотивация, и, наверное, все же материальная мотивация – это основное. то есть, вот я, когда нахожусь в проектах внедрения, я, ну, плохое слово требую, но добиваюсь того, чтобы люди, которые участвуют в проекте, не только основная проектная команда, но и руководитель там подразделений, которые активно участвуют в автоматизации, получали за это материальную компенсацию. Потому что часто им приходится и в неурочное время оставаться, и чтобы они понимали, что это важно. Причем для компании эти расходы, ну, несущественные по сравнению со становостью проекта обычно. То есть, ну, добавьте человеку премию 23, для вас там, вы не заметите даже, человек это существенно, его это, как бы, это подкрепит его в том, чтобы в следующий раз, когда к нему обратится команда проекта, с какой-то просьбой выполнить ее активно. И здесь, конечно, принцип кнутания работает абсолютно. То есть, наказывать людей за то, что они не участвуют в автоматизации, это, ну, это не работает, да. Вот, а обратная система, когда вы людей мотивируете положительно, материально мотивируете. Но есть, конечно, и материальная мотивация, там, это грамоты, награждения, все это тоже имеет место быть, но, как говорят HR, материальная мотивация всегда на первом месте. Поэтому, наверное, в этом главный секрет того, чтобы изменить отношение людей и сделать его положительным. А вот Павел интересуется относительно тех сотрудников, которые не адаптировались. Говорит, вы их меняли или они продолжали работать? Или, то есть, вы их увольняли? Приходилось увольнять. То есть, были ситуации, когда люди действительно по разным причинам, может быть, они и хотели бы, но склад ума не позволяет. Настолько уже привычки въелись в кожу, что они не готовы меняться. Приходилось увольнять, да, такое тоже может быть. Но обычно это не более, там, 20%, даже максимум, обычно гораздо меньше людей, которые не смогли адаптироваться. Светлана отмечает, что вообще подход звучит как действительно здравый, особенно в современных условиях. И вопрос касается, Сергей, вот по вашему опыту зависит ли то, насколько эффективны сотрудники в agile подходе от их возраста, опыта? Ну, первое, что хочется, пришло в голову сказать, нет. От возраста не зависит точно. Знаете, пример, какой приведу? У меня была своя компания, у меня был один учредитель компании производственной, и мы активно лезли в хорошие слова регионы своим продуктом. Вот одним из лучших у нас продавцов был человек с возрастом там под 70 лет. То есть он настолько умел, он не боялся сесть в самолет, и там завтра срочно лететь куда-нибудь в Барнаул, он тут же садился, летел, выходил в контакты на месте, все быстро с людьми порешал, организовал, привез. Вот это был самый лучший наш сейлсмен, который... Поэтому вот люди и в старшем возрасте могут иметь большую фору, дадут более молодым. Поэтому от опыта ну, здесь тоже прямой зависимости нет. То есть зависит все же, знаете, от каких-то так называемых soft skills, то есть от гибкости человека, от подвижности его ума. А это у многих людей с возрастом это не проходит. Интересные вопросы у Валентины. Сергей, а работу этих agile команд никто не контролирует и не определяет даже форматы их взаимодействия? Или есть какие-то хотя бы минимальные вводные? Нет, ну, конечно, я контролирую как руководитель проекта. То есть все равно такая роль руководитель проекта остается в таких agile командах. То есть они... То есть я могу... Но я их контролирую. Вот смотрите, в чем тоже важный твич. Обычно, когда я говорю про классический проектный подход, я не говорю о каком-то ежедневном контроле, о таком большом контроле долгосрочном. Там контролируют за поверхом. То есть сегодня 1 марта должны были запустить блок производства. Запустили, нет, плохо. Запустили, да, хорошо. Вот и спрос у контроля. Когда я говорю про agile подход, я контролирую ежедневно и еженедельно. Это мои... То есть независимо от того, какие вехи, каждый день я получаю, знаете, хорошая практика получать у подчиненных спецназадач на день предполагаемый. То есть человек пишет, я сегодня планирую закончить отчетную политику автоматизации и перейти к моделированию налогового учета, допустим. Мне туда достаточно, мне надо писать там, я в конце дня он пишет отчет. Политику не закончил, потому что там кто-то... Соответственно, налоговый отчет начал, но прошел 10%. Все, мне не надо считать, писать подробные очерки и поэмы мне туда достаточно, но это мой способ контроля. То есть роль руководителя проекта все равно остается, неважно, классическим проектным подходом или agile подходом. Я просто как бы стараюсь не вмешиваться в тот список задач, которые люди себе пишут. То есть мне главное, чтобы они заявили мне его, и я знал об этом. Если я вижу, что, допустим, у человека не получается, он уже на деле пишет одно и то же, но никак не может сделать. Я, конечно, вмешаюсь и начну чем ему помочь, раз он за неделю не может выполнить определенную задачу. Но здесь вот такой... Есть еще, знаете, разные способы управления. Есть самый лучший способ, который мне нравится, управление обучением. Когда вы вместо того, чтобы приказывать человеку, что делать, вы учите его и часто своим примером, как это нужно делать. Такой ответ у меня развернутый. И один небольшой еще уточняющий вопрос относительно программы, где общались с командой, как ее выбирали, что это было за программа? Я так понимаю, это, наверное, WhatsApp был, да? Это был WhatsApp, да, простой, и электронная почта для... Я специально, я скажу, стараюсь не использовать какие-то специализированные программные средства для проектов внедрения. Потому что в каждой компании могут свои предпочтения. Уж WhatsApp, Telegram, электронной почтой, по Outlook пользуются все, да? И я стараюсь эти инструменты именно использовать, чтобы и моя команда на каждом проекте чувствовала себя комфортно. Они пришли, ой, мы это не знаем. Мы сейчас начали, а еще не хватало обучать персонал компании о работе с программой управления проектами. Вот программа, в которой моделировать бизнес-процесс, это отдельная тема, да, и тут, ну, можно как бы, чаще всего компаний их нету. То есть, ты к ним приходишь, они тебя чем поставят, что они будут использовать, да? А вот средства коммуникации, там, мессенджеры и средства, там, управления, ну, электронной почты, оно есть. Поэтому вот лучше ничего специального не придумать, а использовать классические, то, что есть везде, вот так хочу сказать. Абсолютно согласна. Все, тогда пока можем двигаться дальше. У меня, да, теперь еще короткое, ну, хотите, нельзя, я бы не назвал это рекламной паузой, да, но скажу немного о себе. До того, как PriceTourHouse ушел из России, у них, ну, ушел или переменился, но с переменой они часть софункционала потеряли, к сожалению, и потеряли в том числе, вот у них была контроль качества проектов, такая услуга, когда вы нанимаете подрядчика, еще нанимаете третью сторону, ну, такого технического эксперта, да, который следит за выполнением проекта. И когда они ушли, рынок освободился, да, вот такую роль я взял на себя и ну, позволяю себе называть себя экспертом, да, по руководству и сопровождению проекта. Я беру на себя такие функции, заказчика снимаю руководство проектом, могу взять на себя, либо если руководитель проекта на стороне заказчика, чаще всего директора IT, да, в таком случае, тогда я выступаю просто экспертом, просто экспертом, да, который сопровождает проект. И вот не буду зачитывать детали, хотел сказать, что это один из способов экономии. как ни странно, добавление такого человека, оно приводит к снижению бюджета, потому что он понимает, как нужно, если вы, допустим, делаете внедрение с помощью подрядчика, нанимаете подрядчика, с франчайзи, то такой эксперт, как третья сторона, играющая на вашей территории, да, и как бы являющаяся вашим защитником, она понимает, где можно поторговаться и, ну, сократить бюджет проекта, если вы идете, допустим, по классическому проектному подходу. И такие случаи у меня были, да, вот, в компании в Тольятти, мы, как бы, мой бюджет сверху окупился за счет того, что удалось снизить стоимость, ту, которую запрашивал подрядчик первоначально. Для этого нужны аргументы, то есть я вот не умею торговаться, знаете, как, как, извиняюсь, в Турции, там, сколько это, 20 лир, не, давай 15, ну, слушайте, если я называю 15, я должен привести обоснование, почему, соответственно, когда он называет стоимость проекта 20 миллионов, вы должны, ну, если просто уйти 15, он скажет, не, ну, 19 с половиной, нет, вы должны обосновать, почему вы просите скинуть 5 миллионов, вы начинаете копаться в деталях, копаться в расшифровке, в смитинге, так, вот это мы сделаем собственными силами, это нам не надо, а вот это слишком долго, написали 30 месяцев, так не может быть, у нас все проект длится 20. Поэтому, вот, поверьте мне, всегда, в боюстослов, всегда, если вы его нанимаете подрядчик, один из франчайлов, всегда там есть суммы, которые лежат как страховка, даже если вам подробно под них расписали часы, и вот проще договориться о том, знаете, как проще договориться, конечно, давайте мы снизим стоимость проекта на эту страховку, хотя мы про нее не скажем, на 20%, да, то сделаем не 20%, стоимость проекта, допустим, 18, а уж если денег не хватит и вы обоснуете, почему вы 18 миллионов превысили, тогда мы добавим столько, сколько надо, это тоже нормальный подход, и он в большей части работает, так что бюджет не превышается. Ну, конечно, главная ценность такого экспертного сопровождения, да, и моей роли в том числе, это не сэкономить деньги, да, а в том, чтобы получить то, что нужно. Часто так бывает, к сожалению, что деньги потрачены, время прошло, а вы смотрите на результат и понимаете, что что-то в этом не так, что вроде все как-то работает, конечно, по тех заданиям, которые никто никогда не читал из заказчика, но вы результатом недовольны, так можно сказать. И непонятно, что с этим делать, вынуждены работать в той системе, которую вам навязали, которую вы купили, да, но это не то, что вы ожидали. И вот это самая большая ценность вот этой экспертной работы, добиться того, чтобы ваши ожидания были исполнены на 100%. Иногда заказчик не понимает даже то, что он хочет, чаще всего так бывает. И тут тоже задача эксперта встать на место заказчика и понять, а что мы ожидаем получить от автоматизации, что мы хотим, что у нас там, вы слушаете все бизнес-процессы, понимаете, здесь провал, здесь 27 таблиц Excel, которые нужно снести и заменить 1С системой, здесь то, здесь все. И вот это не всегда увидит подрядчик, но всегда должен увидеть вот такой эксперт, который выявит ценность, чем для вас именно должен закончиться проект автоматизации. Поэтому качество на первом месте, на втором месте бюджет, ну и, конечно, благодаря у нас пользователей, чтобы они не получили систему, с которой, так называемый user-friendly, с которой работать просто неудобно. Ну, друзья, на этом кратко мой доклад закончен, поэтому я к чему еще раз подведу краткие выводы, что если сравнивать различные подходы к внедрению, к автоматизации, то если аналогом приводить спрат на отрасли, то есть железные дороги, да, есть автомобильный транспорт, и никакой из них ни лучше, ни хуже, каждый подходит строго под свою задачу. И будет глупо ввести автомобильный транспорт, там, 300 тысяч тонн руды, да, с другой стороны ввести там один станок в железнодорожный состав, он тоже можно из-за лука. Поэтому каждый раз нужно выбирать, каким подходом пойти, и моя задача была показать вам, что не только железные дороги, не только классический проектный подход присутствует, а присутствует agile подход, но в правильной интерпретации, потому что часто, опять-таки повторюсь, люди говорят, о, мы делаем дарение по agile, смотришь, там просто классический проектный подход с двумя бантиками, и все то же самое. Когда вам говорят, бюджет проекта будет такой-то, срок такой-то, а причем если agile, тогда... Вот, когда agile разумно применить, это сложнее, да, так же, как управлять автомобильным, сложнее, чем поездом, хотя бы потому, что в поезде, условно говоря, нет руля, автомобиль есть, но это может быть дешевле, и этот подход подходит, просить за автологию тому, кто не готов просто открыть кошелек и достать назначенную ему сумму, сказать, с 20 миллионов, ну, слава богу, что не 120, отдал 20 миллионов, пошел. Но это тоже не гарантия, к сожалению, того, что вы за свои 20 миллионов получите то, что вы ожидаете. Вот здесь уже кроме agile подхода возникает еще требование к тому, что нужен эксперт, нужен эксперт, который будет сопровождать в ваш проект внедрения. Если вы особенно сделаете первый раз, если, допустим, вы финансовый директор, когда вы заключали уже 12 таких проектов, вы можете и сами с этим справиться, но когда вы в первый раз занимаетесь, вы руководите компании собственник или финансовый директор, или IT-директор, для вас это первая в жизни задача, ну, поверьте, знаете, первый блин будет полный, простите меня за такое сравнение, да, второй вы сделаете гораздо лучше, третий вообще замечательный проект, но компания не виновата в том, что для вас это первый блин, потратьте еще там какие-то разумные деньги, тем более они, скорее всего, окупятся за счет снижения бюджета от автоматизации, вот, и вы получите нормальное сопровождение. Это то же самое, знаете, как делать первый раз ремонт. Ну, вы, наверное, наймете рабочих сами на, не знаю, на каком-то рынке, заедете в Лера Мерлен, купите краску, не угадаете с тоном краски, вы хотели зеленый, вам такой ядреный салатовый цвет навязали, да, потом вам даже вслить за работе, что они покрасили то, что надо в определенные сроки. Вы этим можете заниматься, да, но можно не от дизайнера, который все это сделает за вас, вы получите просто то, что вы мечтаете. И вот такая услуга есть, обращайтесь, и это, с одной стороны, сэкономит там время и деньги даже, да, с другой стороны, это даст действительно качество проекта, которое вы ожидаете. Спасибо, друзья, обращайтесь, есть электронная почта Смирнов, собака, DigitalC4.ru, есть сайт DigitalC4.ru, и есть телеграм-канал, GXFO, в который я периодически выкладываю трек своих проектов. То есть тот проект, который сейчас веду, сейчас один проект заканчиваю, как раз я о нем сейчас рассказываю. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Вот и коллеги пишут, что у вас очень интересный опыт, и, друзья, абсолютно с вами согласны, и на самом деле, если это первый вебинар, который вы посмотрели, с докладом Сергея, то я рекомендую ознакомиться и с другими, потому что только в этом сезоне мы уже провели, по-моему, это пятый вебинар. Если вы пропустили, то напишите нам в чате или олене, мы обязательно поделимся, потому что действительно это опыт, который можно переложить на свою компанию. И новое время требует новых решений, поэтому действительно к подходу Agile я бы тоже присмотрелась. Спасибо большое, Сергей. До свидания. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин